Он должен еще государству выставить этот акцион, то есть через акцион он только может эту аренду сделать. Спасибо. Можешь вопрос? Да, это вы представляете. Здравствуйте. Промышленный парк «Прогресс» Зайонский район. Если со справительством прилегающих путей более-менее понятно, в общем-то это должен быть государственный, либо муниципальный участок получается. В нашем случае это порядка полкилометра дороги нужно протянуть до промпарка от региональной дороги. А по следующим потом обслуживание, как будет производиться? Это под водящей дорогой? Да, получается дорога, которая будет вестись от региональной дороги в промпарк. Почти полкилометра ее длина. Видите, какая зима сейчас, допустим. Это же, ну, своими силами иметь столько техники, ну, это практически нереально, столько чистить. Будет ли муниципалитет или как-то вообще решаться вопрос, как это? Кто будет осуществлять? Это же нужно понимать, что... На честь счет финансироваться? Чистки юридически, наверное, сначала надо ответить. Что он договорился? Кто готов? На балансе у кого будет дорога? На балансе... Вот я и задаю вопрос. Дорога построится от региональной дороги до промышленного парка. В дальнейшем на баланс на муниципалитет? Ну, сначала на баланс муниципалитет. Сначала на баланс муниципалитет. Это как бы головняк муниципалитета станет, я вас прошу прощения за слайд. И потом муниципалитет должен думать, на кого этот вопрос... Подложить расходы по ее очистке. А это съезд дороги регионального значения с полосами разгона? Он от дороги, полкилометра у нее промышленный парк. Допустим, он сейчас построит, за счет если государство построит, он его отдаст или муниципалитету, или республиканское имущество будет. То есть через дослуживу, да? Да, но в основном муниципальное. Если муниципальное, все платят налоги, ты хочешь, не хочешь, должен уже обслуживать. Муниципалитет, да? Да, муниципалитет до границы его собственности. Ну, вот посмотрите. То же самое, что твой дом, подворящие дороги, все обслуживают. Ответ муниципалитет. Это вот ответ юридический, да? Ну, наверное. А еще я бы хотел... Если уже дорога твоя, собственности, а как его аналогистры нет, его чистить невозможно. Ну, то есть это ответ, значит, скорее всего, муниципалитет, или отдельный случай, если собственник согласен, но в данном случае, собственно говоря, я не смогу. Но второй момент, из стороны этого же вопроса, я хотел сказать, мы еще при отборе должны понимать. То есть эта дорога, наверное, будет стоить достаточно дорого. Я, конечно, цифру не называю. И при отборе мы должны понять, ради чего бюджет ТУС только потратит денег, чтобы в будущем на этом промпарке что-то должно появиться плюсом. И, например, стоимость, я сейчас условно цифру назову, стоимость дороги 100 миллионов, а у пяти парков будет заявка на 20 миллионов, а результат, например, примерно у всех одинаковый, то логично выбрать те по 20 миллионов проекта и получить пять результатов, а не сто миллионов и получить один результат. Я пока так на пальцах объясню, да? Руслан Панкадович, есть еще размер промпарка, там, может быть, он маленький, да? Гектар у тебя там промпарка, ну, скажем, десять. Есть подводящие дороги на детских гектарах, есть на сто гектаров. Вот, целесообразность. И сейчас его загруженность. Поэтому надо персонально, наверное, подойти и... Да, это я в слайдах там указывал, что у нас, представить задачу, систему отбора правильную, справедливую, логическую, с точки зрения, на бюджетный рубль должен быть какой-то идея. А вот два вопроса в чате, это вот они и были, или... А, вот они, они и были, да. Да, разводчик. Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Есть еще кто-то, кто хочет высказаться, или, в принципе, мы около часа уже работаем? Утера Кадж. Да. Константин, да? Добрый день, Константин Пучкин. Ага, добрый. Да. Да. Константин, заново, пожалуйста. Ничего не было слышно. Заново. Алло. Сейчас слышно. Слышно? Да. Смотрите, если мы говорим про плату за, например, необходимо увеличить мощность полиэкоснабжения. Там, в СМИТе, будет такая позиция, как плата за технологическое присоединение, которое мы отдаем, в частности, на сетевой компании. Это застар тоже будет включаться в эту финансирование? Так, я пока сходу чего-то да или нет не готов сказать, а давайте поразмышляем, почему мы ее отделили вообще от этого расхода? Ну, в СМИТе он входит, но он к инфраструктуре какого-то не имеет отношения. Это именно плата за разрешение за тех присоединения. Он в составе ПСД будет? Это строчка? Он в составе ПСД и не в особо в СМИТе. В проекте нет? Нет, если, допустим, новый технопарк, когда мы делали, у нас в проекте и СМИТе, она все предусмотрена. Если ты дополнительно увеличиваешь объем, тогда уж извини, то что технопарк, да... Ну, дополнительно увеличить объем, это тоже... У меня дополнительно увеличение, наверное, да? Дополнительно из-за потребностей резидентов, наверное, да? Да, игропроект, там будет, получается, работа, которую необходимо делать, например, установить дополнительную трансформацию, провести какие-то линии, дополнительную линию. И будет затрата, как называемая, оплата на технологическое присоединение. Ну, смотри, тогда я опять попробую разделить на две части. Законно ли потратить бюджетные деньги на тех присоединения? Коллеги, помогите мне, я ответил. Законно потратить бюджетные деньги на тех присоединения? В прошлые годы тратили, не задавались вопросом. По-моему, не проблема, да, с точки зрения правительственного бюджета? По линии Минэкономразвития, когда мы в промпарке государственную муниципальную собственность строились, там это направление... Ну, для новых объектов. Новых объектов, да. Ну, новые объекты или реконструкции старого объекта, наверное, с точки зрения бюджета, это не... разницы нету? По-моему, нет. Если из этого, из можно или не можно, то это по закону. Ну, вернее, по бюджетному праву, да. А если из-за теперь целесообразности, там, они как эти расходы соотносятся в процентном отношении построить и потом еще оплатить тех присоединений, это равнозначные цифры или это как обычно бывает? Тех присоединений существенно меньше, вот подскажите. Тех присоединений сейчас примерно где-то 1-1,5 миллиона за мегаватт. Тонин? Ну, если... я бы так ответил. Если это не произойдет бюджетному заграничку, а, по-моему, не противоречит, то с точки зрения идеологии и комплексного подхода, то можно, мне кажется, и включать эти расходы. А и торга продажа у тебя какая? Тоже и ты, что мы не продаем, и передаем. Ну, передаем, то есть. У нас она варьирует. Мы же с вами с вашими коллекторами сговорились, и у нас примерно то, что она выходит, у нас просто потери. Плата за мощность выходит меньше, чем более выровнено уже в потреблении, и у резиденции по факту уходит 3,80, от 3,80 до 4,40 примерно за киловатт. Это с мощностью, с потерями, со всеми. А, хорошо. Сергей Иванович, вы какое-то мнение сказали идеологически про присоединение? Мне кажется, просто на этапе документации конкурсного отбора надо предусмотреть перечень статей, которая включается в сумму финансирования республиканского бюджета, и тогда они спокойно платят за присоединение, будут засовывать стоимость СМР. Нет, нет, это чуть другое. То есть, вот теперь, а целесообразность стоит за слово? Нет, Руслан Георгиевич, вот если она будет проходить через ГИСУ, новые линии, новые ТП, тогда это можно. А когда они сами сделают, только вот, отдельно рассматривать, это невозможно. Если вот, у нас идет финансирование через ГИСУ строительство сетей, так вот, и дороги. Если вы ему, вот, новая сеть делается, тогда, как сказать, оно включится много. А если он сам уже построил присоединение только рассматривать, это собственности государства нет этой сети. Ты должен будешь сеть передать государству, который сам сделан. Нет, у нас все сети муниципальные, поэтому все хорошо. Это коллеги со стороны строительства. Вот его случай увеличивать мощность, допустим, это ПСДЕС, в СМЕСЕ плюс еще это присоединение нормативное. Ну, наше идеологическое понятие, что давайте в комплексе рассматривать, в том числе и присоединение, в том числе и плата за тех присоединения, то, возможно, это будет... То есть, обычно, когда у нас строятся новые объекты, непосредственно при разработке ПСДЕС, на стадии разработки в СМЕСЕ уже закладывается тех присоединения, при выделении и финансировании эта сумма также выделяется, и заключаются контракты именно на тех присоединения. А если реконструкция, тогда должна сначала собственно стать... То есть, если как вот, я правильно уже понял, то есть он, если сам построит, а разместительные затраты, потом уже не получится? Нет, это все. Это мы уже говорили, что это не субсидии. Первое, быть возможно. Про КАПСТРОИ говорим. Но в его случае у него уже есть сети, он ее увеличил, хочет увеличить по запросам резидентов. Не, необходимо запустить как реконструкция сетей. Реконструкция сетей. Реконструкция сетей есть, увеличить надо объем в стране. Сейчас сеть сделала, такой поставил. Не сделал, а хочет, чтобы за бюджетные деньги сделали. Он же хочет, так? Можно уточнить еще? Сети сделал уже? Сделал, сделал. Константин. Константин. Сети, если необходимо, то есть увеличение машинности, то есть тоже он будет сделать. Ну, то есть формат вот она вот как минимум. Она от начала до конца, если она делается, тогда... А сети сейчас государственные? Муниципальные собственности? Муниципальные. Муниципальные, он сказал. Ну, то есть смотрите, у нас есть внутренняя разводка... Не слышно меня? Нет, нет. У нас есть внутренняя разводка сетей. Для увеличения сетей нужно машины поставить дополнительный трансформатор. У нас на взастрелы получают установку трансформатора на покупку и на оплату за увеличение мощностей. Где это можно смотреть? Правильно же плане? А, это у тебя внутренний, то есть у тебя сеть, значит, позволяет, просто внутри для расщепления дополнительный ТП нужно, да, получается? Да, да. Мне кажется, можно рассматривать. Можно рассматривать, если это будет гос. к обложению, и, как нам коллеги сказали, плюс... А земля у тебя муниципальная-то? Да, земля муниципальная. Ну, так сказать, про какую сейчас проблему нет? Спросил, по-моему, в 2005, про сель. Про сель. У нас у всех муниципалитет. Ты можешь переоформить, кто его знает на центре? Нет, не могу, я же честно. У нас, мы именно выделили же имение участков для резидентов, мы им отдаем участки без сетей, без всех сетей. А все сети, они так являются на... находятся в муниципальной собственности, у нас на обслуживании, на муниципальных земельных участках. У вас такая модель, да. Тогда, может быть, мы завершать будем? Коллеги. А можно опять включить слайд? Слайд, последний. Да, вот. Еще раз я хотел здесь как бы подчеркнуть, что мы... что мы должны сделать акцент на тех парках, вот эти вложения бюджетных, при выборе парков, чтобы бюджетные вложения позволили заполняемость к 70% привезти парк. Ну, помочь это сделать, да? Ну, и эффективность вложения бюджетных денег. И примерно по этой схеме пойдем. Мы сейчас вот эту домашнюю работу сформулируем и нельзя попросим в долгие ящики не откладываться и нашу эту пользу подтвердить. И АИР и ИВФ, вот, по тем паркам, которые закреплены, мы вам дадим информацию с хотелками мариналитной, если не дали. Дали, не дали? Не дали, не дали. Дадим, это не проблема. И в рамках кураторства предлагается вот эту часть тоже брать на, ну, скажем так, в работу. И задачу ставим, если, ну, задачу максимум, ну, хотя нет, я думаю, как все-таки Райс Нургалевич предложил. У кого будет раньше вот эта готовность, с этой первым эшелоном пойдем в правительство, мы разговариваем по поводу выделения бюджетных денег. У кого позже, вот как сейчас нам коллеги из Минфина подсказали, механизм на 23-й год. Ну, что, коллеги, спасибо большое за участие в этой стратегической сессии. Я считаю, что она для выработки вот этой позиции была очень полезна. Всем спасибо за то, что поделили своими знаниями каждого в своей области. И предлагаю завершать это мероприятие. Санкт-Петербург, можно уточнить еще вопросы? Коллеги, мы просто еще, видимо, пишут, кто не смог спросить. Как будет прописан перечень инфраструктуры инженерной? То есть, будет ссылка на федеральную нормативку, в которой это четко регламентировано, или как-то по-своему будет прописано в конкурсной документации? Потому что все сейчас не учтем, мы просто одним термином пользуемся инфраструктурой. А там ведь объектов много разных, линейных и объектовых. И линейные, и объектовые. Вы вопрос задавали, вы предложение давайте. У меня на этот вопрос может быть легким ответом. Берем за аналог федеральный, например, 11.19. Или там отработанное. А если мы за аналог 11.19 берем, она устраивает наших? Мне кажется, вот так надо идти. То есть, уже была нормативная база, есть в стране, в принципе. Ее используют вы. Нет, можно построить только если честно. Если еще вопрос. Прокажем. Да. И вопрос, предложение можно еще, Константин Почкин? Да, обращайтесь. У нас по промпарку Нижнекамску, мы вам так говорили, есть по строительству дороги под весной для работников. У нас есть проект готовый, есть сметы готовые, есть земля готовые. Она хотела, чтобы стоит как пилотные. Она, ну, Константин, ты молодец, конечно. Она в этой хотелке, в этой цифре 800 есть? Есть, Марина, да? В принципе, если мы, как Реснер Уилевич нам предложил идти, кто раньше устал, того и тамки, то вы будете вот в том числе, где, который раньше устал. Так, ну, это уже чуть-чуть не идеологический вопрос, а, так сказать. Чуть-чуть другой вопрос, да. Так, товарищи, все-таки тогда предлагаю закругляться, потому что высказаться было время. Спасибо от всей души, спасибо всем, кто принял участие. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, он вчера что-то начал.